Привет, с вами Сойер и сегодня я хочу поговорить с вами про архитектуру. Особенно на фоне Колизея эта идея очень даже привлекательна. В частности, хочу поговорить про профессию архитектора программных решений или software-архитектор. По-разному называют. Вообще архитектура довольно расплывчатое понятие, но в моем понимании архитектура включает в себя решения, описывающие основные моменты, связанные с реализацией проекта. Ну и с частями проекта. В архитектуру входит декомпозиция, входит взаимодействие компонентов, интерфейсы взаимодействия, протоколы взаимодействия, инфраструктурные решения и так далее. При этом отсутствует какое-то частное решение на уровне кода. И архитектор это как раз человек, который строит архитектурное решение. Нужно понимать, что архитектура бывает разных уровней абстракции. Самая базовая архитектура это архитектура кода, где сам программист выстраивает дизайн своей программы. Дальше идет архитектура приложения, где определяются части программы, их взаимодействия. Дальше идет уровень решения. На уровне решения определяется взаимодействие как нескольких приложений, так и взаимодействие с инфраструктурой. И здесь, соответственно, используются тоже свои методы построения архитектуры. Ну и самый большой уровень это Enterprise, где несколько решений объединяются в одну и интегрируются в одну большую систему разнородную. Какие навыки и способности должны быть у архитектора, чтобы он считался хорошим? Ну, в первую очередь, это, конечно, аналитический склад ума, аналитический подход к решению поставленной задачи. Во-вторых, разработчики – это люди, которые не видят заказчиков, поэтому у архитектора должен быть хороший уровень коммуникации. Следствием аналитических способностей следует то, что архитектор должен применять активно принцип «разделяя властво», умеет делать декомпозицию системы, разделять ее на части и, соответственно, выделять главное, создавать абстракции и так далее. И самое важное – архитектор не должен придумывать велосипеды, он должен знать паттерны проектирования архитектурные и активно применять их, ну и плюс иметь свой багаж знаний. Еще одна важная часть знаний архитектора – это стэк разработки, то есть архитектор должен не просто знать архитектуру и работать на каком-то высоком уровне, он должен хорошо понимать весь стэк того, с чем он работает. Ну и архитектор должен быть обязательно прагматиком, таким, знаете, человеком, который умеет считать деньги, потому что, как правило, придумать архитектурный проект, который будет стоить космических денег, нетрудно. Гораздо труднее придумать проект, который будет укладываться в бюджет и соответствовать ожиданиям заказчика. Ну и давайте поговорим о признаках плохого архитектора. Несмотря на то, что это очень субъективные вещи, я накидал несколько пунктов. И самое первое – я считаю, что архитектор должен быть играющим архитектором, то есть уметь программировать. Если архитектор не умеет программировать, то это очень плохо. Второй момент – если архитектор резко скаканул через какие-то промежуточные стадии развития программиста, сегодня он студент, завтра Джун, потом его резко переводят в архитектуру, то это тоже плохо, потому что в архитектуру лучше всего приходить уже с опытом программирования. Тогда ты будешь лучше понимать, что делать и проектировать системы намного качественней. Дальше есть такое выражение – архитектурный космонавт. Это значит человек, который слишком оторван от реальности и придумывает решения, которые совершенно экономически нецелесообразны, либо использует очень дорогие технологии, либо технологии, которые с запасом, что называется, прочности, то есть вперед такие технологии, которые и в космос можно запустить, и они, конечно, гарантированно будут решать простые задачи. Поэтому архитектурные космонавты придумывают всякие раздутые, объективно непрактичные проекты. И это недостаток. Архитектор все-таки должен отталкиваться от реалий жизни, от реалий экономических и уметь придерживаться экономики проекта. Дальше – изобретатель велосипедов, я так назвал этот пункт. Идея в том, что архитектор должен использовать уже существующие решения, проверенным временем, а не придумывать свои аналоги. Очень часто бывает так, что люди, приходя в архитектуру, думают, что это какой-то совершенно творческий процесс, и здесь нужно искать что-то новое, придумывать свое, а не использовать хорошо продуманное. И много раз реализованное. На самом деле, в программировании то же самое. То есть, многие люди пытаются придумать велосипед, который, по их мнению, будет эффективнее, красивее, или как-то еще выделяться. Поэтому изобретатель велосипедов – это тоже минус. Дальше – объективно плохой аналитик. То есть, есть люди, которые, приходя в архитектуру, ну, совершенно не могут выделить главное, второстепенное, придерживаться рамок проекта. И это тоже плохо, это очень хорошо заметно, и лучше таких людей в архитекторы не переводить. Есть еще такие люди, которых я называю перетягиватели одеяла. Вот они постоянно перекладывают решения важных вопросов на кого-то другого. А архитектор, в том числе, должен уметь брать на себя ответственность, принимать решения и нести за него ответственность. Потому что принятие решения – это важная часть разработки проекта. Если ты не уверен, что твое решение будет выдерживать указанную заказчикам нагрузку, и ты пытаешься ее размазать на разработчиков, на своих коллег, то это плохо. Архитектор должен нести решение за свой проект от начала и до конца. И это даже не обсуждается. Ну, и дальше последних два пункта, они такие совсем слабенькие, но тем не менее. Архитектор должен знать базовые паттерны и активно их использовать. Это перекликается с предыдущими пунктами, но тем не менее выделено в отдельный, потому что не надо, еще раз говорю, придумывать велосипеды. Нужно активно использовать существующие решения. Ну, и последнее. Есть архитекторы, которые очень слабо относятся, ну, слабо анализируют требования, плохо анализируют требования и считают это нормальным. На мой взгляд, как раз архитектор, который безразлично относится к требованиям, который поставил заказчик и постоянно пытается их переначить на свой лад, это тоже человек, который вряд ли может сделать хороший архитектурный проект. Архитектор должен очень внимательно относиться к требованиям заказчика и очень глубоко их анализировать еще до стадии непосредственного проектирования. Вот такие минусы я вижу у архитекторов, которые мне встречались на моем жизненном пути. И, в принципе, могут эти минусы помешать развитию архитектора. Поэтому, резюмируя этот разговор, хочу сказать, что архитектор – это, как правило, сотрудник, человек, выросший из разработчика, обладающий хорошей технической эрудицией, обладающий аналитическим умом и которому именно нравится эта работа. И важный момент. Из сеньора есть два пути – в менеджеры и в архитекторы. Вот архитекторы – это технический путь. Надеюсь, вам стало немного более понятно, кто такой архитектор решений. На этом все. С вами был Сойер. А мы увидимся в следующих роликах. До свидания.